Недавно я побывал в Италии. При том, что я немало поездил по миру, в Италии я был первый раз. Эта поездка стала для меня, так сказать, таким толчком к очень невеселым, в общем, размышлениям. Италия мне страшно понравилась. Это чудесная страна. Уживут, так сказать, ну, при внешних контактах очень такие доброжелательные люди. Это фантастическая архитектура, это живая история, овеществленная история, вот живая история, воплощенная в камнях. И когда смотришь на, скажем, дворец Висконти в Милане, на то, что настроено во Флоренции, это чудо, безусловно. Но к этому всему, чем больше этим восхищаешься, тем больше к этому примешивается очень такое горькое чувство. Потому что понимаешь, что вот те люди, которые живут в этих городах, они имеют отношение ко всему этому цивилизационному багажу примерно такое же, как нынешние арабы, живущие в Египте, к египетским пирамидам. И в этом отношении для меня Италия стала, ну, как бы финальной точкой после того, что я видел в Англии, Франции и Германии. Если говорить, ну, упрощенно и предельно, сказать, предельно прямо об этом впечатлении, вот когда я ходил по итальянским городам, я понимал, что я хожу по городам стран, страны, в данном случае Италии, которая закончила свое историческое существование. И это уже существование после истории. То есть там действительно конец истории наступил. Европа действительно закатилась, закатилась в лунку истории. И вот та жизнь, которая там идет, она, в общем, довольно сытая, спокойная, туда хорошо приезжать отдыхать, писать там книги. Но в этой жизни ничего не происходит качественно нового, и, по-видимому, ничего не произойдет. Кто-то скажет, ну и хорошо, можно так же сказать, жить всю жизнь. К сожалению, жить всю жизнь, тихой жизнью не получается, потому что рядом с этой жизнью прорастает другая жизнь. В виде огромной волны мигрантов из Ближнего Востока и Африки, которые, так сказать, резко отличаются от европейского населения и по цвету кожи, и по культуре, и по возрасту. То есть, с одной стороны, мы имеем сытых, богатых европейцев и среднего достатка, а с другой стороны, бедных, темнокожих мусульман, например. И в этом отношении Европа все более и более превращается в музей. Архитектура – это музей. Европа – это место, куда приезжают туристы. То есть, единственная, пожалуй, функция Европы, которую она сейчас сохраняет, – это огромный музей. То есть, музеизация Европы означает конец ее исторического существования. Если музейная сторона Европы становится главной, то это означает, что статика доминирует над динамикой. И очень хорошо понимаешь, когда смотришь на Миланский собор, очень хорошо понимаешь, что европейцы больше ничего подобного никогда не создадут. Они проехали, они едут с ярмарки историй. С одной стороны, в этом нет ничего трагического, потому что, ну, так сказать, цивилизации поднимались. Была египетская цивилизация, была античная, была европейская. Вот теперь европейская уходит, и через 50 лет у нее может быть вообще совсем другое лицо, а в районе замка Флуара будет жить арабское население. И, как расписала в своем романе «Мечеть Парижской Богоматии» Чудинова, там будет запрещено выращивать виноград, производить вино, потому что ислам этого не позволяет. То есть, ну, с точки зрения такой мировой истории, это обычный процесс. Ну, вот мне, как человеку, так сказать, воспитанному на европейских ценностях, я не говорю про европейскую культуру, а русская культура, это, безусловно, такой северо-восточный вариант европейской культуры. Конечно, очень жаль, когда на протяжении твоей жизни, где-то с 50-х годов, происходит вот это умирание. Есть очень интересный автор, английский Эдвардс, который написал трилогию «Викторианцы», «После викторианцев» и «Наше время». И вот в этой книге «Наше время» – это, по сути дела, социальная история Англии, написанная популярно. Он пишет, что в 50-е годы англичане жили довольно бедно после войны, но они знали, что они англичане. А вот при Тетчер произошло следующее, пишет он, Англия превратилась в ничейный дом. Он пишет, «England is nobody's home», это ничейный дом, там живут общины. И европейцы в Европе превращаются в одну из общин. Я уже не говорю о том, что есть немало других линий отлома европейцев от своей собственной цивилизации. Я назову только два. Первое – это переход от цивилизации производства к цивилизации потребления и досуга. То есть люди потребляют и проводят досуг. Это не трудовая цивилизация. Трудовые навыки уходят. Трудятся в Европе люди из Восточной Европы, из Африки, из арабских стран. И вторая вещь – это отношение к христианству. Даже в Европейской Конституции, в Общеевропейской Конституции была проблема, потому что оттуда убиралось христианство, потому что в Европе живет много нехристиан. То есть мы действительно присутствуем при финальной стадии заката Европы в лунку истории. И мне очень-очень жаль. С другой стороны, с точки зрения чисто практико-политической, отсутствие можно сделать целый ряд других выводов. Ну, например, как можно позволять себя учить и правам человека, и многим другим вещам, представителям общества, которое уже едет с ярмарки истории. Общество, в котором провалились, в Европе провалились все три модели интеграции неевропейцев в европейскую жизнь. Английская, голландская и французская. Мне очень странно, что в ПАСЭ наши представители позволяют учить себя вот этим людям, которые, а, живут после истории и после своей культуры, б, не смогли интегрировать мигрантов, в, являются протекторатом Америки, и вот эти люди чему-то нас учат, как нам разбираться. Да вообще, слушать этого не надо. Я вообще не уверен, что нам нужно присутствовать в том же ПАСЭ, чтобы нас учили полные исторические лузеры, учили нас тому, как нам существовать. Я знаю, что в моей стране очень много проблем, но я знаю очень хорошо, что Россия и русские не едут с ярмарки истории. У нас есть впереди некое будущее, которое мы еще не израсходовали. Европейцы, к сожалению для меня, я это воспринимаю как личную трагедию, европейцы свое будущее израсходовали. У них его нет, они живут после истории. Поэтому туда очень приятно ездить, смотреть Миланский собор, Римский колизей, ну и все.